Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор рассказывает про дружбу со своей подругой. Значит, дружбу длиною 15 лет. И дружбу, в которую в последнее время подруга складывается меньше, чем она. Вот, меньше отвечает, ведет себя достаточно пассивно, задает, не задает темы, общается только на темы, которые задает автор. Вот, и в целом как-то вот автор говорит о том, что хочет другую, более активную подругу, вот, у которой мир не сошелся на работе и любовники. Также автор вопрос говорит о том, что чувствует, что не права, из-за того, что требует от подруги больше. И, в целом, спрашивает, значит, ну, как быть, ну, и что мы можем посоветовать ей. Смотрите, я думаю, что, во-первых, советовать вам ничего не нужно, потому что психологи не занимаются тем, что советуют. На мой взгляд, это не профессионально и не этично. Вот, я думаю, что, во-первых, у вас с вашей подругой разные потребности в общении. Я думаю, что вы вкладываетесь в дружбу сами, компенсируя некоторую свою дефицитность. Вот. Что это за дефицитность нужно еще смотреть, нужно еще исследовать, но пока что-то выглядит так. Давайте разберем ваш вопрос более подробно. Я девушка, мне 28 лет, у меня есть подруга, ей 27 лет, да? Какое значение для вас имеет возраст? Вы об этом, ну, вы о своем возрасте пишете, по сути, в самом начале. У нас очень хорошая дружба. Что это значит? Пусть вот вы говорите очень хорошая дружба. Дело ведь в том, что хорошее, ну вот, эм, слово. Хорошее это оценка. То есть вы оцениваете как бы эм, свою дружбу с подругой как хорошую. Вот. Но, эм, это для вас. Так. А для попруги может быть немножко по-другому. Понимаете? То есть оценка дружбы как хорошей, на мой взгляд, является несколько, эм, ну, таким, эм, э, деструктивным моментом. Потому что, э, для вас, то, что, то, что для вас может быть, э, хорошим, для подруги, э, ну, вашей, эм, может быть, нет. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы учитывали этот, этот момент. Чтобы вы учитывали этот аспект. Далее, вы пишите, а вы совместимы? А, вы совместимы? Ну, вот, вы пишите, да, что совместимы, вы хорошо совместимы. А, ну, тоже у меня к вам здесь есть вопрос, что вы, и, ну, что вы имеете ввиду? Говора о, а, ну, о совместимости. Вот. То есть, ну, как это, в данном случае, можно понять. Дальше. У нее огонь и воля прошли. То есть, мы подразумеваем, что у вас очень много совместного опыта. Сейчас я живу далеко от нее, мы не видим, если нас это вроде не смещает, меня точно. Она работает, я тоже. И дело в том, что мне кажется, что в последнее время она очень мало складывается в рудьбу. Иными словами, у человека изменились приоритеты. Ну, другими словами. То есть, у нее изменились потребности. У нее изменились восприятия. Вот. И у нее действительно поменялись приоритеты. Вот. Только вы, только вы сами это не принимаете. Вот. То есть, как бы, вы сами не принимаете того, что у нее изменились приоритеты. И, конечно, это очень важный момент, что вы не можете этого принять. То есть, что там вам мешает это сделать. Вот. Другой вопрос. Что именно вам мешает? Что именно противиться этому? Вот. На мой взгляд, это прям было бы очень интересно узнать. Интересно это было бы поисследовать. Дальше. Так, значит, мы все время обсуждаем, что говорю я. Например, какую-то мысль тему развивали. Если бы я не задавала тему, то мы бы, наверное, общались раз в неделю, перекидывались бы парами сообщений. Здесь волей-неволей всплывает такой вопрос, что ли. Здесь всплывает вопрос о том, почему этого недостаточно вам. для подруги это достаточно, а для вас получается нет. Вот. Такая шпука. как будто бы. Понимаете, да? Это очень интересный момент. На мой взгляд. Да, дальше вы пишете об этом. Вот. вопрос. И я бы хотел, конечно, обратить на это внимание. Дальше. Мне кажется, ее такой расклад устраивает. Дарья устраивает, а вас нет. Я ей все время задаю какую-то тему, а меня не устраивает, так кажется, что человек также вкладывался в дружбу, бурно что-то обсуждал. Я думаю, что здесь это прямо вот ваша пока вот проблематика. Вот. Это ваша проблематика, что вы хотите, чтобы она ну, чтобы ваша подруга что-то обсуждала. Вот. Так же бурно, как и вы. Понимаете, да? То есть, это ваши потребности во внимании, возможно, в значимости своей. Но вы конечно, здесь вот перекладываете ответственность на подругу. Дальше. У нее нет парня, но есть любовник, она часто с ним проводит время, человек ее ни во что не ставит, а она ставит его приоритет, не меня. Ну, здесь, похоже, вы ревнуете. Также у нас есть общая бывшая одноклассница, с которой мы уже давно не общаемся. Так вот, она может зайти на странице, мне что-то прислать от нее. Не очень понятно, что вы имеете ввиду. В то время как от меня висят непрочитанные сообщения к подруге. Так что, выбирает зайти, посмотреть бывший одноклассница, всем открыть сообщения от меня. Опять же, здесь у вас есть вот эта проблематика смазкинг. Как будто бы. Понимаете? Там эта проблематика именно вот. Смазкинг. Так, тут она, так, мне не нравится ее расставленные приоритеты. Ну, а почему они даже нам нравятся? У вас они одни, у нее другие. Мне кажется, что дружба длина в 15 лет намного важнее, чем какие-то одноклассницы или любовники. Это ваше мнение. Такое. Это ваше мнение, вы имеете на него право, но у вашей подруги может быть свое мнение. Другое. и почему-то вот ее как бы право ну, придерживаться, вот, скажем так, такой позиции, такой позиции, да? Вот, почему-то ее право придерживаться такой позиции вы лишаете. Вот, то есть, как бы вы здесь ставите себя выше, чем ее. Вот. Не знаю, замечаете вы это или нет, но вот, к сожалению, это в данном случае это вот это так. и соответственно, соответственно, вам для себя в этой ситуации необходимо отделить себя от подруги. То есть, словно говоря, где я, где то, чего хочу я, а где то, чего хочет моя, ну, а где то, чего хочет подруга. Вот. Понимаете, да? Потому что в противном случае у вас будут трудности. ну, ну, в отношениях. Вот. У вас уже в какой-то степени они есть, да? Эти трудности. Вот. Ну, так их будет еще больше. Я не запрещаю видеться ни с кем, но я ее не высказывал никогда особо, но она на меня обижает то, что она не вкладывается на свою дрожьбу. Ну, смотрите, какая история, да? Вы ничего ей не высказывали. Опять же, здесь есть вот такой момент, что, если вы ей ничего не высказывали, то откуда она может узнать, что с вами происходит? так, как бы, да, Ну, то есть, человек не читает мысли других людей. И, может быть, она даже не подозревает, может, она думает, что все устраивает вас, раз вы, условно говоря, ничего не высказываете, если вы ничего не говорите, так может быть все, как бы, в порядке, вот, в таком случае. Понимаете, какая штука? Если вы здесь себя, ну, получается, вы здесь себя, как бы, подавляете, да, вот, вы подавляете, как бы, саму себя, да, вы подавляете, вот, свои реакции, вы подавляете, вот, а попрюгишь, от попрюги ждете, как бы, чтобы она, вот, ну, делала, делала, так, как вы хотите, вот. На мой взгляд, немножечко здесь, такая вот, деструктивная модель поведения. Дальше. Значит, так, меня обижают так, и не относитесь к ней так, где трепетно, как я. Вас это задевает, я понимаю, нужно только постараться увидеть, чем, чем вас это задевает, и как, вот, ну, конкретно, чем, и как вас это задевает, вот, потому что, я не знаю, опять же, замечаете вы или нет, но вы трепетно относитесь не к человеку, а к дружбе с ней. Это, вообще говоря, разные вещи, то есть, это не одно и то же, вообще говоря. То есть, одно дело, когда вы относитесь трепетно к человеку, и вас не особо волнует, как он, как он себя ведет, да, вы просто трепетно относитесь к самому человеку, и, совсем другое дело, когда вы относитесь трепетно именно, вот, к факту дружбы с ним, ну, предпочитая дорожить именно, вот, а, значит, ну, а, как бы, ну, социальным статусом отношений. То есть, вас больше волнует здесь именно социальных статусов отношений, нежели чем она сама. Нежели чем, ну, вот, условно говоря, сама подруга ваша. Понимаете? То есть, в какой-то момент вы больше переключились на фигуру дружбы. Вот. Дальше. Для меня вообще дружба очень важна. А чем? Для нее поскольку, поскольку это нормально, вы придаете больше значимости, любовник важнее, мне этого не понять. Правильно? Потому что у вас разные взгляды на жизнь. Это нормально. Мне кажется, что здесь вы ради дружбы, вот, пытаетесь сделать так, чтобы у человека были такие же взгляды, как у вас. Вот. Так вот. Как будто бы. Ну, как будто бы так вы пытаетесь сделать. на мой взгляд, это неминуемо обречено на провал, потому что люди разные. Все. И люди меняются. со временем. Это нормально. то есть человек не может всю жизнь быть одним. Каким. Вот. Люди меняются. И меняется ваша подруга тоже. Она получает какой-то новый опыт. Вот. Сталкивается для себя с какими-то ситуациями, ну, новыми. Вот. Для себя. и эти ситуации как бы ну, что-то ей демонстрируют. Вот. Эти ситуации чему-то ее учат. Вот. Эти ситуации дают ей что-то. понимаете, да? Вот. А вы меняетесь по-другому. Вы меняетесь в другую сторону. Вы меняетесь как-то иначе. Вот. И как бы это нормальный процесс. Также я не думаю, что люди обязаны дружить с людьми. То есть я думаю, что людям было интересно, они дружили. А вот потом как-то перестало быть интересным и они перестали дружить. То есть это не выглядит для меня чем-то таким аномальным, скажем так. Вот. Но как будто бы выглядит аномальным для вас. И в данном случае у меня есть подозрение, что боитесь вы одиннадцатого. Дальше. она мне вечером честно не отвечает, я не понимаю, что она делает. А зачем вам извините, понимать, что она делает? Вот тут у меня складывается впечатление, что ее жизнь для вас интереснее, чем ваш. Она для вас интереснее, чем вы. То есть как бы у подруги есть скажем так альтернатива, да? А у вас нет альтернативы. И вы хотите получать вы хотите получать ее контролировать. То есть это, как мне кажется, про контроль. Я не знаю, вот, значит, ну, я не знаю, что ты делаешь. Вот. Я хочу знать, что ты делаешь. ну, вы же, наверное, сами догадываетесь, что вам подруга ничего не должна ну, отчитываться перед вами. Она не должна. она. Вот. Но вы, тем не менее, требуете этого от нее. Зачем? Из какого числа вы это делаете? Дальше, она мне вечером не отвечает. вот, время уже 10-11, она все равно может даже не зайти в диалог со мной. И какие числа это вызывает? Потом просто скажет, ой, я устал, но я тоже встаю на работе и почему-то я все равно не хожу время ей написать. А вы судите людей вы судите людей по себе получается, так? То есть как я с тобой взаимодействую, как я с тобой общаюсь, так и тебе нужно со мной. Но ведь у людей разные ресурсы, у людей разные возможности, у людей разные ценности, приоритеты, людей разные, отношения у людей разные. То есть если допустим для вас любовник не играет такой прям большой роли, как вы говорите, вот, что в принципе нормально абсолютно, то для вашей подруги это имеет значение. и на мой взгляд, если вы свою подругу любите и если вы ее уважаете, то вам нужно уважительно относиться к этой и к этому. Вот, вас, конечно, никто не заставляет это делать, Вот. А, ну, поймите, поймите правильно, да? Но если вы с человеком общаетесь, вот, если вы с человеком, ну, вот, взаимодействуете, то вряд ли можно общаться, взаимодействовать с человеком, да, не имея ресурсов принимать ее реальность, ну, психологическую. Вот. То есть, опять же, здесь история про контроль и про желание, вот, подчеркнуть себя. Дальше. Так, я вообще такой человек всегда и на всех нахожу время. Ну, то, что вы это делаете, это, безусловно, неплохо. Но есть момент. если вы это делаете в ущерб себе, то есть, если вы находите время для всех, в ущерб себе, а потом, например, у вас появляется обида на то, что по отношению к вам так не поступили, то я бы сказал, что это не совсем, ну, не совсем естественное поведение. время вы находите для всех не из свободного выбора. А, допустим, то же, то же, из страха, например, что вы останетесь слаба, или, что не будете нужны кому-то и так далее. То есть, опять же, если вы поступаете так, как поступаете, исходя из ваших ценностей, то всё в порядке, всё хорошо. Если вы поступаете так, именно исходя из ценностей своих, но если вы поступаете так из некоего дефицита, то это, конечно, уже является серьёзной проблемой. Дальше. Так. У меня может быть парень, проблема работает, я даже минуту найду всегда на связи со всеми, всегда вкладываюсь и никого не оставлю. Это вопрос к тому, почему вы так делаете. Мне непонятна такая пассивность. Что значит непонятно? Вот давайте попробуем немножечко раскрыть значение этого слова непонятно. Что значит непонятно, да? Так. Выползает только в субботу со мной в диалог, когда ей только делать нечего на выходных, ведь любовнику она не становится не нужна, у него свои дела. Ну вот, здесь чувствуется злость ваша, здесь чувствуется, что вы злитесь. Это говорит о том, что вы нарушаете свои личные границы процессом. В процессе общения вы нарушаете свои личные границы, к сожалению, в большом. Отсюда злость. Так. В общем, очень обидно. Ну, с обидой можно и нужно поработать. У обиды есть несколько аспектов, их нужно подробно исследовать. Я ей пытался высказываться, она вроде неделю-две больше вкладывается, а потом в себе по кругу вечная пассивность обадит. Так это нормально, вы пытаетесь человека переделать. Я с ней общаюсь только потому, что у меня пока нет другой подруги, хотя я очень-очень хочу найти новую подругу активную, у которой мир не зашелся на работе любовники. Смотрите, то, что вы хотите найти подругу, это супер. Вопрос немножечко в другом. Вопрос в том, каким образом. То есть, ну вот, буквально. 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 Каким образом. вам найти подругу. Вот. То есть, что буквально вы будете делать для того, чтобы найти подругу. Вот. для этого нужно что-то общее. Я думаю, что вы сами понимаете, что для этого нужно что-то общее иметь. И у меня к вам как раз вот такой вопрос. Да? Есть ли у вас вот это вот что-то общее? то есть, ну, интересы ваши. Что они себя представляют. Ваши интересы. интересы. Потому что именно, именно отталкиваясь от интересов ну, ваших. мы мы можем как раз таки говорить о том, чтобы найти вам подругу. И не одну, возможно. и активную. И активную. Но сейчас вы говорите не про интересы ну, ваши. А сейчас вы больше говорите именно про характеристики. то есть, вот у меня вы говорите характеристики. это Эм. Значит. Для подруги. подруги. Эм. Ну, моей. Эм. Эм. Вот такие. Характеристики. Я подчеркиваю. То есть, еще раз, вы говорите именно о характеристиках. Здесь. Понимаете, 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 в чем, ну, в чем штука. То есть, эта история именно про потребность вашу. В отдельных характеристиках. Попруги. И на это я бы очень хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Потому что я бы сказал, что вам сложновато будет при таком подходе найти себе подругу. Слегновато именно потому, что вы ищете характеристики. Вот. В этом, на мой взгляд... Ну, в этом, на мой взгляд, сложно. Хотя, с другой стороны... С другой стороны... За честность... Вот именно то, что вы честно сказали. Как обстоят дела. За честность я... Хочу вас... Поблагодарить. И сказать, что вы... Молодец. Вот. Вы большой молодец, что... Честно, по крайней мере... Ну, вот... Признаетесь... Себе... В том... Как воспринимаете... Свою подругу. Вот. Далеко не каждый человек может этим похвастаться. Дальше. Вы сами понимаете, что не так просто найти родную душу. Ну... Мне кажется, что... Мне кажется, что вам не родную душу надо искать. А... Просто... Человека... Эм... Эм... Ну... Человека... Эм... Просто... Эм... Просто человек. Эм... Который... Эм... Будет вам отвлекаться. Вот. Я думаю, так. Эм... Сейчас просто... Эм... Вы немножко вот не в том... А... А... Направление... Двигаетесь... А... В этом смысле. Дальше. Так. Эм... Я прям мечтаю найти попругу и наконец-то уже разорвать отношения с этой. Ну или не разорвать, а просто такой же пассивный в нашей диалоге. И отвечать по столько, по сколько. Да. Но вот обратите внимание, что как будто бы без попруги вы... Вы не можете. Как будто бы... Как будто бы... Как будто бы вот вам прямо... ээээ... Подруга... Эээ... Получается нужна. Вот. Вот. То есть у вас как будто бы вот прям... А... Ну... Потребность. Вот. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Какая штука. И соответственно, если есть... А... Потребность. То нужно... Нужно конечно... Эппо... А... Это... Ну... Поисле... Поиследовать. Вот. Необходимо это поиследовать. Дальше. Так. Сейчас я так не могу дружить, поскольку я либо дружу полностью, либо не дружу. А вы... Собственно говоря... Эээ... Хотите... Ну... Измениться-то? То есть вы хотите, ну... Как-то вот... Чтобы было, ну... По-другому... Или нет. Вот на что я бы хотел... Обратить ваше внимание. То есть сейчас у вас... Эээ... Ну, довольно жесткие, я бы сказал даже, наверное... Эээ... Эээ... Такие ри... Ригидные... Эээ... Ригидные установки. Что-то, ну... Эээ... 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 На данный момент. Эээ... 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 Ээ... Хотите ли вы... Эээ... то мы вам в этом сможем помочь, то есть чтобы, например, не придавали такого большого значения, ну, чтобы не придавали такого большого значения дружбы, чтобы вы как-то вот, ну, возможно, больше бы опирались на себя, ну, саму. Либо вы хотите оставить в целом всё как есть, вот. То есть в данный момент я пока что не понимаю, да, и, соответственно, хотел бы. Чтобы вы этот аспект уточнили. Дальше. Так, не понимаю дружбу перекидываться раз в месяц. Опять же вы говорите не понимаю, да, но вот что значит не понимаю? Значит, если вы в данном случае говорите, например, о своих ценностях, это одно, если вас это раздражает, это другое. Если у меня будет другая подруга, буду основное внимание уделять ей. Ну, здесь возникает ощущение, что вы подруг не воспринимаете как личность, как личность, да, а как некий такой вот носитель роли. Вот. А на еду останется пассивность или, скорее всего, совсем ничего. Просто сейчас не рву, потому что будет одиноко, некому будет высказаться, выговориться, например. То есть у вас довольно узкий круг общения получается. Только поэтому не рву, а так меня все достало, не знаю, как быть. Как быть, что бы что. Мне не нравится, что я терплю, то есть мне не нравится. Ну, нужно находить выход из этого, брать ответственность личную на себя. То есть, не просто дружба сглатывают, то есть мне неприятно, да, ради чего. Может быть, это моя ошибка, то есть терплю. Несомненно. Мне кажется, что я не права, что заставляю ее вкладываться больше. Она вкладывается столько, сколько может, и получается, поэтому и продолжаю терпеть. Не очень есть логика здесь, можете пояснить. Потому что считаю, что неправа что-то требует от нее. Да, это правда, и требует что-либо действительно бессмысленно, но и более бережно обращаться со своими чувствами, потребностями тоже необходимо. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!